Расписание паромной переправы октябрьский спуск Рождественной изменили на один день 10 апреля. Как уточнили на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, это связано с техническими причинами. Так, согласно изменениям, отправление парома в 15.00 с октябрьского спуска переносится на 18 часов. Рейс, запланированный на 13, из Рождественной отправится в 16.00. В Самариной территории возле международного межвузовского кампуса построят объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Как отметил глава ведомства, рядом с кампусом появится детский сад, школа, объекты здравоохранения и спорта, а также бизнеса в сфере IT и инжиниринга. Напомним, что межвузовский кампус возводят в рамках нацпроекта «Наука и университеты» вблизи главного футбольного стадиона Самары. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и началом праздника Ураза Байрам. Этот величайший праздник, символизирующий стремление мусульман к духовному очищению, способствует сбережению и преумножению вековых традиций ислама, сохранению преемственности поколений и сложившегося семейного уклада. В эти дни принято проявлять особое внимание к тем, кто нуждается в поддержке и заботе, проводить время в кругу семьи среди родных и близких. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона за помощь, которую они оказывают жителям пострадавших от паводка районов Оренбуржья. И отметил, что в этой чрезвычайной ситуации самарцы вновь проявили лучшие качества – единство, сопереживание, взаимовыручку. Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил Дом дружбы народов и его руководителя Игоря Бурова. Организация первой в регионе вышла с инициативы об отправке гуманитарной помощи оренбуржцам. В соседний регион ушел первый гуманитарный груз с питьевой водой, предметами детской гигиены и другими необходимыми в пострадавших районах вещами. Ласточку между Самарой и Тольятти заменят другими электричками. Так 10, 11, 12, 13, 14 и 15 апреля поезда пройдут по следующему расписанию. Поезд номер 71, 14, 71, 13, Тольятти, отправление в 6, 34, Самара прибытие в 8, 28. Поезд номер 71, 20, 71, 19, Самара, отправление в 14, 00, Тольятти, прибытие в 15, 54. Поезд номер 71, 26, 25, Тольятти, отправление в 17, 05, Самара, прибытие в 19, 05. Поезд 71, 28, 27, Самара, отправление в 20, 15, Тольятти, прибытие в 22, 07. В заповеднике Самарской области выросла численность зайцев, косуль и куниц. Специалисты Национального парка «Самарская лука» провели учет диких животных. Так увеличилось количество зайцев-беляков – 627, косуль-сибирских – 1141 и лесных куниц – 271. Подобные скачки роста популяции данных видов абсолютно естественны и происходят регулярно. На протяжении последних 10 лет продолжается тенденция к уменьшению численности крупных хищников – волка и рыси. В последние два года их следов не обнаружено, уточняют специалисты заповедника в Телеграм-канале. Самолет, летевший из Москвы в Бухару, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Об этом написали в Телеграм-канале об авиаинцидентах. Экипаж рейса доложил о наличии двух больных пассажиров на борту, уточнили в сообщении. После приземления в Курумыче пассажирам оказали незамедлительную медицинскую помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова